Итак, всем привет, меня зовут Александр, я работаю в компании MyGroup, проект мобильная облака. И сегодня я вам расскажу про одну часть из Android Architecture Components, это Room. Что же из себя представляет Room? Room это первая ORM от Google, и стоит она из трех основных частей. Это Database, DAO и Entity. Для того, чтобы начать пользоваться Room, нам всего лишь нужно реализовать один класс, это Room Database. И получить экземпляр данной базы. Для этого у нас есть класс Room, который является по своей сути обыкновенной фабрикой билдеров. И у него есть два режима работы. Первый, это он создает обычную базу на диске. И второй способ создать базу, это InMemory, InMemory Database. Никакой магии в InMemory на самом деле нет. Это обыкновенная штатная работа SQLite. То есть, если даже в повседневной жизни мы захотим создать InMemory базу, мы просто при создании базы не указываем ее имя. И для SQLite это считается InMemory. То есть, как только с ней прервется любое соединение, она сразу же уничтожается. Для того, чтобы описать наш Database, необходимо указать аннотацию Database и список Entity, которые есть у нас в проекте. И также версию данной базы. Собственно, на этом инициализация Rooma заканчивается. Также, как же мы можем обойтись без миграции? Room также поддерживает миграцию, но миграцию на самом простом варианте. То есть, у нас есть специальные миграторы, которые мы можем скормить нашему билдеру, но все миграции мы должны будем писать сами. То есть, на обычном SQL, как вот есть, так вот и пишем. Никакой автоматической миграции в Roome нет. DAO. Что же из себя представляет DAO? DAO, по сути, это обычный интерфейс, в котором мы просто декларируем список методов с аннотациями. Обязательно необходимо указать аннотацию DAO и аннотации к методам в зависимости от их операций. Первая аннотация — это Query. Как мы все видим, запросы самые обыкновенные, то есть Select, звездочка, From, Sources. Также можно вместо звездочки указать произвольный список полей, и Room для нас все это соберет именно те поля, которые нам нужны. Также мы можем здесь джойнить любое количество таблиц и в любой произвольный объект. Нам не обязательно возвращать в качестве результата именно Source. Мы можем вернуть абсолютно любой объект. Ой, не обязательно возвращать Entity. Вернуть можно абсолютно любой объект. В том числе мы можем возвращать такие элементы, как LiveData, Flauble. Это расширение как раз сделано для Rx. Flauble выбран здесь не специально, а с целью того, что он поддерживает стратегии возвращаемого результата. То есть у них внутри прикода генерации прописано, что мы возвращаемся, а только последний результат. Это нужно потому, что как раз если мы возвращаем LiveData или Flauble, у нас вот эти два источника данных, они работают аналогично к курсору Loader. То есть если у нас произошли какие-либо изменения в одной из таблиц, наши источники данные, выполняя запрос повторный, вернут нам свежие данные. Следующие аннотации нужны для изменения конкретно самой базы данных. Это Insert, Update. Также мы можем использовать Query. Это не запрещается, обработается. Это абсолютно идентично тому же самому Update или Insert или Delete. Когда мы выполняем любую из этих операций, модификации базы данных, у Rooma есть своя обертка для выполнения своих транзакций. То есть когда мы начинаем выполнять операцию, транзакция открывается, своя собственная, отдельная от базы данных. Когда транзакция закрывается, он инкрементит у себя внутри версию данной таблицы и вызывает апдейт у всех источников, которые держат на него ссылку. То есть предварительно он проверяет, что этот источник содержит именно устаревшую версию данных, после этого выполняется апдейт. Но у всего этого есть один неприятный момент. Так как все апдейты выполняются у нас автоматом, если мы возвращаем LiveData или Flauble, может получиться такой неприятный момент, что если, к примеру, у нас есть два таба с фрагментами, и каждый из них загружает данные и при этом меняет структуру базы данных, они будут друг другу вызывать апдейты. И можно получить техническую зависимость. То есть одна будет говорить, я обновил данные, давай обновись ты, она обновится, скажет, теперь ты обновись, и так они будут в бесконечности. Следующее, что есть в Room, это Entity. В Entity довольно небольшой список аннотаций. Это сама аннотация Entity, которая является обязательной. Аннотация primary key, то есть мы в любом случае обязаны указать хотя бы одно ключевое поле. Это column.info аннотация необязательная, это дополнительная информация по полю, то есть ее имя, индекс, можем указать также тип embedded relation и type converters. Я расскажу чуть позже. Самая простая Entity выглядит следующим образом, то есть обязательно аннотация Entity и обязательно должен быть ключ. Если вы что-то из этого не укажете, то при компиляции компилятор вам скажет, поставь аннотацию. Также одно из преимуществ Room в том, что он не даст вам выполнить ни одну операцию с базой данных в main trade. Если вы пытаетесь это сделать, то во время выполнения он скажет, а не пойти бы вам другой trade. Примерно вот так вот выглядит, скажем так, боевая Entity. Первая, как я и говорил, аннотация Entity, имя таблицы, плюс мы можем указать foreign key для нее, и, как сказать, операции поддержки к целостности базы данных. Собственно, ничего необычного здесь нет. Также есть аннотация Type Convectors, про которую я хотел сказать чуть позже. Она нужна нам целью того, что если, например, у нас есть какой-либо лист, например, содержащий список строк, но мы не хотим для него создавать, например, отдельную таблицу или что-то еще придумывать, нам достаточно просто указать Type Converters и указать свой конвертер. Конвертер выглядит примерно следующим образом. Все, что нам нужно иметь, это пару методов, которые превращают одно значение в другое и другое значение обратно. Методы могут называться просто произвольно, и это никак не влияет ни на что. Действительно, когда запись будет писаться в базу данных, она превратится в строку, а когда будет возвращаться обратно, она превратится опять в лист. Анотация Embedded. Анотация Embedded работает в двух режимах. Первое, это опять же, если у нас есть какой-либо маленький объект, для которого мы не хотим держать отдельную таблицу, мы можем указать его как Embedded. Тогда в этом случае, когда запись будет писаться в базу данных, это будет представлено в виде одной записи. То есть все поля, которые есть в классе Info, они станут частью одной таблицы. Соответственно, при обратной операции у нас точно так же все завернется в объект, что довольно удобно. И следующая возможность Embedded, это как раз получение связанных данных. То есть мы можем создать произвольный объект, абсолютно он не обязательно может быть, Entity указываем. Наш якорь, класс Source, в данном случае является Source, и ставим аннотацию Embedded. По этой аннотации Room узнает, что это у нас является именно ключевой класс, на основе которого мы строим наши связи. Также мы должны указать аннотацию Relation и связанные поля, по которым осуществляется связь. В запросе нам даже не обязательно указывать join и что-то такое. Нам достаточно просто указать тип возвращаемого объекта. Все. И это будет работать. Также я забыл упомянуть, что Room… Сейчас. Room в качестве query-параметра не обязательно может принимать отдельные… отдельные типы данных. Также мы можем передать, например, лист. Либо можно передать дату. Ну, собственно, по руму все. Спасибо за внимание. Ваши вопросы. Прежде чем начнутся вопросы, хочу сказать, что за лучший вопрос будет выдан небольшой подарок, и владельцы подарков потом могут к нам еще подойти и получить дополнительный бонус после уже всего. Очень приятный. А теперь, да, поднимайте руки. Спасибо за доклад. Вопрос такой, если на практике использовали, сравнивали его с RM Lite, допустим, или гриндау, по юзабилити, по удобству, по производительности вообще. На бою Room мы пока еще не использовали, но в своем тестовом примере я как раз использовал Room. Это довольно удобно, хотя бы в плане того, что нам достаточно просто декларировать наши интерфейсы, все остальное у нас делают кодогенерации. То есть там создадутся точно самые обыкновенные классы, в которых будет самый обыкновенный курсор и будут выполняться обыкновенные запросы баз данных. Грубо говоря, если кто-то сейчас пишет на RM Lite, вы бы посоветовали переходить на Room? Или нет разницы особо? Я бы посоветовал, наверное, всем переходить, потому что это довольно удобная RM-ка в этом плане. Спасибо. Спасибо за доклад. А вот если вы упомянули TypeConverter, как мне, если я хочу по какому-то кастомному объекту выбрать в запросе какие-то данные, ну, V, допустим, вставить? Это как будет выглядеть? Ну, то есть если у меня колонка – это кастомный объект, который сервизуется через TypeConverter, какое я должен значение указать в where, если, ну, это мой собственный объект. То есть я должен указывать строку в данном случае? Ну, в данном случае, да, это будет именно строка. И я, получается, не могу как-то в данном случае проверить, что какое-то значение содержится внутри строки, кроме как, ну, с кодловскими, да? Да, проверить можно именно вот только… Вот у нас есть строка, и мы можем только по строке выполнить запрос. То есть никакого другого механизма здесь нет. Он просто превращает одни объекты в другие. То есть здесь ничего сверхъестественного нет. Спасибо. Спасибо большое. Во-первых, я хотел просто уточнить у вас. Соответственно, есть ли отслеживание изменений по табличной? Идет исключительно внутри рума. Это значит, что если мы, допустим, до доступа к базе используем не только рум, мы не будем иметь этих сообщений об изменениях. То есть если мы переходим на рум, мы на него переходим полностью окончательно. В данном случае, да, если мы переходим на рум, у нас никаких других механизмов нет. То есть все оповещение у нас вложится именно на сам рум. Понятно. И еще я хотел уточнить. Я некоторое время назад с румом ковырялся. Может быть, сейчас ситуация уже изменилась? Значит, на тот момент, по поводу микрешена хочу уточнить. Во-первых, если у вас в приложении версия баз данных, например, два, не один, и у вас есть какой-то микрешен, соответственно, уже заданный, допустим, с одного до двух, и базы нет, то база будет создана на основании этих самых entity, и ваши микрешены не будут выполняться, они будут проигнорированы. То есть если вы с помощью микрешенов заполняете данными первоначально таблицы, то у вас этот фокус не получится. Нет, это я скорее утверждаю и спрашиваю, не изменилось ли это. В принципе, там ничего особо внутри не изменилось из версии в версию. Все как было в самом начале, так и осталось. Понятно. И вторая засада, с которой я сталкивался, я тоже не знаю, изменилась или нет, что если у вас по микрешенам не получатся цепочки целостной от первой версии до текущей, то база просто втиху удалится и создастся заново. То есть за этим надо следить. Ну, такой кейс я, конечно, не проверял, обязательно проверю. У меня так получилось. Если они не поменяли это. Ну, видимо, нет, потому что в change log ничего особо такого не было. Спасибо большое. У меня 5 копеек есть от себя. Если вы переходите на ORM, на любую известную мне, то всегда нужно приходить полностью, потому что в отличие от Room, во всех остальных есть такая штука, называется consistency cache, которая гарантирует вам, что один объект, возвращенный из базы, всегда будет тем же самым. Если вы это теряете через какие-то свои ущерения, вы это теряете. В Room, кстати, не так. Здравствуйте. Вот у меня не вопрос. Я просто хотел ответить по поводу опыта использования Room. Мы уже три месяца используем его на проекте, и хотелось бы поделиться. В общем, я не знаю, кому поворачиваться, я вот так буду стоять. Если вкратце, то Room очень-очень понравился тем, что это единственный ORM, который достаточно низкоуровневый. То есть ты пишешь голос в его запрос, и там все очевидно, это очень приятно. То есть там не происходит никакой магии. Все запросы, если ты их делаешь, то ты думаешь 6 раз перед тем, чтобы сделать какой-то запрос. Но это и минус. То есть для того, чтобы сделать какой-то many-to-many, допустим, запрос, ты должен вручную создать таблицу, вручную все промапить, вручную всякие провайдеры перекинуть. В общем, это очень сложно. В итоге мы спустя три месяца, когда выбирали новую ORM для проекта, мы выбрали URL Lite. Ну, как бы стоит задуматься. Ну, в принципе, очень-очень приятная ORM. Так что советую. Ставлю свои пять копеек. Не единственный. Это Arma, который так делает. Смотрите на моем гитхабе. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Вопрос по поводу скорости транзакции. Как вообще ROM себя ведет в сравнении с тем же ORM Lite или Realme? Так как ROM сам по себе, он особо никаких накладных расходов, но в плане запросов он не накладывает. Потому что так как там под капотом самый обыкновенный код генерации, и он делает абсолютно все то же самое, что делали бы вы, используя Go и Square Lite. То есть вы выполняете запрос, получаете курсор, берете из него значения точно так же по индексам, точно так же пакуете их в объекты и возвращаете результат. То есть производительность его примерно можно сравнить. Она равна тому же самому SQL Lite, только с вашей оберткой в плане возвращаемых объектов. Спасибо. Пять копеек опять. Речь идет о compile-time код генерации. То есть в runtime не создается нового кода, насколько я помню. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Вопрос снова по обновлениям. Первый, значит, вопрос. Если у нас entity, которые генерируются из двух entity, то когда у нас flowable или live data, то по, соответственно, двум табличкам идет обновление. Если в какой-то из двух табличек, например, обновились данные… Обновление вызывается у всех live data или flowable, которые содержат эту таблицу. То есть если у вас там джойнятся четыре таблицы, то изменение в любой из четырех таблиц вызовет обновление этого источника. То есть он полезет в базу, выполнит опять этот же запрос и вернет вам свежие данные. Задать, соответственно, никак нельзя какую-то табличку, да? В данном случае нет. Ну, либо выполнять как раз только одиночные селекты и все с одной таблицы. То есть весь перечень таблиц, которые есть у вас в запросе, он на все обновления в каждой из них он будет реагировать. Хорошо. И второй вопрос по дистинкту. Соответственно, если у нас какие-то данные изменились, как мы, например, можем сделать дистинкт? Сам сделает, например. Например, у нас обновилась табличка, но мы через какое-то условие выбирали данные. Соответственно, нам обновление не должно прийти, потому что наши данные не заделись, потому что они по условию. Нет, там у него нет никакого механизма на эту проверку. Поэтому он просто вызовет апдейт и ваш запрос выполнит с данного. С данного создастся все сущности, соответственно, мы сами должны все проверять. Ну да, то есть тот запрос, который вы указали в query, при каждом изменении таблицы, именно он будет вызываться. Ясно. Конечно, плохо. Каждый раз генериться будут объекты, по-любому получается. Ну да. Спасибо. Каждый раз новые объекты будут. И последний вопрос. Просто не пользуйтесь флауэбл. Я уже рубль, наверное, кидал своими пятью копейками. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, как дела обстоят с многопоточностью? Что-то реализовано или все самим? В плане многопоточности в руме? Ну да. Каких-либо специфичностей в коде там у них нет. Поэтому, как мы работаем с SQLite, точно так же мы должны работать и с руму. Никакой разницы в этом плане у нас нет. Тут никакой магии, как я уже говорю, под капотом там нет. Там обыкновенный курсор, и точно так же из него берутся данные. Ясно. Спасибо. А флауэбл потом выплевывается в UI потоке или в потоке запроса? Ну, зависит от того, куда нам нужно будет. То есть это же Rx. Хотим туда, хотим сюда. В самом начале, то есть начальный уровень идет на том же потоке. Начальный уровень, да. Все делается в том потоке, в котором мы это вызвали. Ну, на этом у нас вопросы закончились. Дискуссии, обсуждения, все веселые вещи будут во время перерыва и, может быть, после всех докладов. Да. И надо выбрать лучший вопрос, Саша. Какой вопрос, чтобы по своему мнению был самым интересным? Кто-то тут много говорил про то, что таблица еще удаляется при миграции. Кто это был? Да, вот давайте ему. Давайте дадим приз за лучший вопрос человеку, который не задавал вопросов. И наших спикеров мы тоже благодарим. Саша, спасибо тебе большое. Спасибо. Там всякие приятности от мэйлера. И благодарим Сашу. Спасибо.